Приветствую вас и отвечая на ваш вопрос прямо, нужно сказать так, значит, способ только один, встретиться со своими страхами лицом к лицу, то есть убедить себя, что мужчина любит вас не за деньги, и вы можете только в том случае, если создадите эту ситуацию, когда у вас не будет этих самых денег, а мужчина останется перед выбором, или будет с вами, или вас сбросит. Если вы не можете создать такую ситуацию, значит, получается, что вы боитесь остаться одна, страх остаться в одиночестве довольно-таки серьезный, и ради того, чтобы не быть одинокой, вы готовы сделать многое, ну, это понятно, почему вы боитесь остаться одной, ведь если человек любит вас за деньги, точнее, даже не так, не любит вас за деньги, а остается с вами ради денег, то это не любовь, это условность, там, где есть условность, никогда не бывает любви. Соответственно, вопрос, почему вы согласны на нелюбовь, ради того, чтобы быть хоть с кем-нибудь, это определенный страх, идущий из детства. Нужно для себя понять, постараться понять и выявить, что вы теряете при наступлении одиночества, что вы получаете при наступлении одиночества, и понять, что именно страх одиночества делает вас уязвимым. Значит, от страха бежать не нужно, нужно, напротив, идти к нему навстречу, встретить его, осознать его, и узнать в лицо. А дальше вы, благодаря своей деловой хватке, в противном случае не смогли бы зарабатывать большие деньги, как вы говорите, вы очень быстро выработаете стратегию поведения по отношению к причине вашего страха. Если вам чего-то не хватает, то есть, вы с мужчиной получаете то, чего вы не получаете без него, то это нужно восполнить самостоятельность. Предупреждаю ваш возможный вопрос, относительно того, что вы с мужчиной являетесь женщиной, и вам нужно именно это, быть женщиной. Отвечу так, что женщина, мужчина является лишь собой тогда, когда мужчина, эту женщину любит, любит ее искренне, безусловно. Когда она для него на первом месте, если в вашем случае на первом месте стоят финансовые деньги, то мужчина вас не любит, и соответственно, как женщина, вы не реализовываетесь. Вы себя, скорее всего, обманываете, и получаете что-то, что нужно вам. Возможно, общество, возможно, компанию, возможно, социальный статус. И вопрос о том, почему вы боитесь потерять все это. Можно ответить, да. Это внутренняя неуверенность в себе, страх быть хуже других, страх быть меньше других, страх в чем-то проиграть, быть обделенным и так далее. Это, безусловно, идет из детства. И это комплекс, который нужно вам убирать. И в первую очередь, осознать, что, вот, если вы на кого-то равняетесь, на кого-то или на что-то равняетесь, то это ваш субъективный взгляд на общество, на общественные отношения, на отношения людей. Это то, что вы видите извне, но изнутри вы эти отношения никогда не посмотрите. И вы не знаете, какие там подводные камни. И если вы действительно равняетесь на социальные какие-то идеалы, социальные ценности, общественные ценности, то вы живете не для себя, а для общества. И надо понять, почему вы предпочитаете общественные интересы, свои, почему вы считаете свои ниже, кто вас в это внушил, и как долго у вас это длится, в какого момента у вас это началось. Вот именно это, установку, что ваши личные интересы ниже общественных, и нужно разбивать, нужно менять. И для начала, изменить отношения к мужчине. К мужчинам нравится женщина, которая независимая, которая готова, если понадобится, к трудным решениям, неприятным решениям, для себя, и для него, которая не боится ничего, в том числе не боится остаться без мужчины. Тогда мужчина, как бы, получает стимул постоянно такую женщину завоевывать, и, собственно говоря, у них все хорошо. Если мужчина поймет, что женщина в нем нуждается, то он теряет этот стимул, стимул завоевать, и начинается спад отношений. Вот именно с этого вам и нужно начинать двигаться. И дальше, 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 по нарастающей. Если не можете справиться сами, обращайтесь в личку, помогу вам разобраться со своей проблемой. Пока, желаю вам удачи, и всего доброго. Если вам понравился мой ответ, пожалуйста, сделайте его лучше, буду вам очень благодарен.